Сегодняшний выпуск будет, если не праздничный, то по крайней мере вызовет множество поводов для гордости. Да, центральной темой, конечно же, станет столетие в ЛКСМ. В Первоуральске, как и по всей стране, прошли мероприятия, посвященные этой дате, но обо всем по порядку. Первоуральцы обошли китайцев и белорусов, боролись за награды с крупнейшими корпорациями России. Чемпионат рабочих профессий WorldSkills High Tech в этом году вышел на международный уровень. Накануне подвели итоги. Белые металлурги завоевали 10 медалей и в 5 раз улучшили результат прошлого года. Для белого металлурга Максима Корякина эта победа не первая. Пару месяцев назад он вернулся с призами со всероссийского конкурса профмастерства. А сегодня обошел еще и представителей других стран. В этом году чемпионат рабочих профессий WorldSkills High Tech стал международным. При этом свое мастерство профессионалы демонстрируют только в самых технологичных отраслях промышленности. Вы лучшие представители своих предприятий, крупнейших государственных корпораций, промышленных предприятий нашей страны. Действительно, это золотой запас нашей промышленности. Свой золотой запас в столицу Урала привезли 9 стран. Токари и сварщики из Индии и Казахстана. Электрики и мехатроники из Ирана и Великобритании бросили вызов крупнейшим российским компаниям. На чемпионате выступили около 600 участников. Артем Рогозинников из группы ЧТПЗ стал лучшим в компетенции промышленная робототехника. Во время соревнований, конечно, эмоции, конечно, были нервы, потому что все равно конкуренция была, в том числе конкуренция из такой компании, как Ростех, были конкуренты из Китая. Но, несмотря на все это, находили в себе силы и, скажем, добивались своей победы. Мы в очередной раз показали, что мы лучшие не только в России, но и в мире. Чтобы стать лучшими в мире, в группе ЧТПЗ развивают институт наставничества. Свои знания молодым рабочим передают опытные специалисты, такие как Булат Ибраев. Мастер новотрубного завода буквально месяц назад и сам стал победителем первого чемпионата навыки мудрых. По стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет. А сейчас выступил на открытом пленарном заседании. Гостям хай-тека он рассказал, что работает уже 40 лет и все это время непрерывно повышает квалификацию. Движение WorldSkills он считает хорошей школой для молодых рабочих. В плане даже профессиональной подготовки – это большой опыт. Ну где еще такой опыт получить, как не участвовать в соревнованиях в WorldSkills? Я уже по себе это знаю. Самые юные участники до 16 лет соревнуются отдельно в группе юниоров, но за медалями выходят на одну сцену с профессионалами. WorldSkills для меня это вообще первое такое крупное событие, по сути. Я на нем присутствую впервые. И я получил очень много позитивных эмоций на нем. И получил очень много опыта, который наверняка мне в будущем поможет в жизни. На престижном чемпионате команда группы ЧТПЗ завоевала 10 медалей. Соперников обошли в таких компетенциях, как промышленная автоматика и робототехника, реверсивный инжиниринг и сварочные технологии. По сравнению с чемпионатом прошлого года, белые металлурги улучшили свой результат ровно в пять раз. Таисия Пономарева и Евгений Шилов. Новости Первоуральск.